привет привет у нас выключают воду причем на 4 дня причем всю потому что живем мы за городом поэтому вода у нас только холодная течет но так как там что-то ремонтируется то четыре дня не будет воды вообще по законам в чехии если в течение трех часов у вас нет воды вам обязан поставить цистерну с водой в этой части города или деревни так далее если в нашем случае этих цистерн будет наверно штук 10 стоять вокруг нас больших но у нас нету никакой емкости для того что-то буду туда таскать но точнее есть что-то 5 литров или 10 но это как бы да есть чтобы купить такую емкость нужно отдать но я не знаю там 30 долларов условно говоря я посчитал и понял что лучше купить 5 литровый бутылок и выйдет от гораздо дешевле чем стоит это емкость отдельная для воды чтобы не ходить никуда не надо поэтому мы берем совершенно спокойно эти литровые бутылочки с водой которые стоят 16 крон за 5 литров вообще отключение воды для русского человека вполне привычно мы привыкли мыться из тазика с ковшиком так что ничего страшного но когда буду отключает совсем в нашей практике это честно говоря первые но ничего да 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 но у нас как бы все отключается поэтому как бы ну что делать что делать да а сейчас наверно поедем на велосипедах в один чудесный городок покатаемся вдоль речки о чем я вам сниму репортаж сейчас будет история с засовыванием двух велосипедов багажник потому что багажника у меня нет который на крышу ставится кстати про него я вам расскажу очень забавную историю один велосипед поместился теперь осталось засунуть второй в этом всегда возникает маленькая проблема хитрость заключается в снятии колес вот почему я люблю универсалы все влезло но так вот по поводу багажника машину для велосипедов случился с нами очень неприятнейший но очень смешной случай когда мы только приехали в чехию а вы знаете вы увидите потом я вам буду показывать здесь все такие спортивные все такие велосипедисты все будут в этих велосипедных трусах в шлемах в очках всегда и первое что мы купили конечно это два дорогущих велосипеда и всю эту атрибутику амундирование и вот поставили мы багажник на машину поставили велосипедики на машину и такие как в отделе очочки вот эти модные такие велосипедные такие велосипедных трусах такие на 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 едем значит велосипеды сверху стоят и бова решил срезать путь и проехать там под эти там рядом с нами был торговый центр и в нем такой проезд как бы сквозь него и я забыл что у меня велосипеды ставят и вот на такие на 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 хрясь хрясь на 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 а что это такое было а что это такое было мы смотрим в окно сзади а не не мы видим сначала хрясь хрясь и смотрим так и на встречу едет машина и чувак и мы видим заднее стекло такие скрюченные дать закручены в зюзю наши велосипеды вместе с этим багажником валяющиеся вот и как бы ну мы выходим смотрим проезжает мужик слушайте я тоже прошлом году точно так же после зимы заехал в этом же потому что простроиться мы так но мы так ржали что над нами смотрели просто что мы просто представляли вот эти как это как в мультфильме такие на 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 и морды об столб условно говоря но вот приблизительно так и что я вам скажу багажник был сломан велосипеды оказалось только две царапины что удивительно на счастье у меня после этого не было кабриолета да потому что крыша могла бы принципе просто оторваться вместе с этими велосипедами я так думаю в общем все обошлось я купил новый багажник тут же моментально мы поехали все-таки закончить это дело теперь мы трусы специальные не носим и велосипеды лежат всегда сзади поэтому нас всегда машина универсал да вот такая вот смешная история городок падебрады находится всего в 30 минутах езды на машине от праги на восток мы приехали а приехали мы сюда потому что здесь на мой взгляд находится одна из самых наикрасивейших велосипедных дорожек который связывает город падебрады с городом нимбургом она идет вдоль реки лады я-то катался на велосипеде с детства практически а вот у танюшка вообще она у нас герой потому что она села на него ну на четвертом десятке поездка из города начинается с такой красивый аллеи дубовый или не дубовый но красивый танюха отстала чуть-чуть слушайте ребят потрясающий кайф потрясающий я я знаю что сейчас точно один мой друг которыми я как-то рекомендовал сюда приехать смотрят и кайфует вместе с нами вдоль дорожки полно всяких кафе где можно остановиться попить кофе воды вы не поверите какой я счастливый какой вообще кайф просто я сюда не езжу каждый день совершенно непонятно просто супер и 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 ну конечно ребят каждый день я так не могу ездить есть какие-то дела обязанности работа но тем не менее хочу чтобы вы зацепили от меня вот этот вот сейчас заряд позитива потому что просто потрясающе пусть этот кусочек кайфа передастся вам через экраны 3 и и и и и и и мы уже приближаемся городу нимбург стать очень интересно городишко я сейчас вам покажу он напоминает какие-то такие даже кремль такой какой-то из русской истории посмотрите в нимбурге как бы такие водные каналы от реки сделаны и там много живет выбор который выходит прям ручные их можно покормить морковкой или еще чем-нибудь прикольный до кремль такой что-то мне напоминает из моего детства ну а теперь в обратный путь забываю вам сказать что плодовые деревья слива яблоки груши мы завершаем свой маршрут таня вся в стрессе да да я расслабляюсь в общем мы это сделали за час мы где-то проехали 17 километров туда-обратно расстояние между этими городами где-то 8 300 8500 я вам поставлю все ссылки в описании вы сможете увидеть где эта дорожка находится ощущение супер возвращаемся домой потому что дети не кормлены не то чтобы они сами не могут себе приготовить могут но просто приготовят они себе как вы понимаете что-нибудь совсем диетическое в кавычках по моему во время мы завершили наше катание потому что приближается такой мощный дождь я думаю сейчас покажу вам и на этой торжественной ноте я таня и два наших железных коня говорим вам пока пока пока